Ну что, сами представьтесь, как хотите. И скажите... Как вам представиться? Граждане российской национальности, которые защищают свою землю, свои города, свою честь, своих детей, свои дома. Вот, будем прямо говорить, вот вы сейчас взялись за оружие, вы, ну как и в вас стреляют, вы стреляете, и в результате погибают люди. Этого же не было здесь, на этой земле никогда. Как вы сами относитесь к этой ситуации? Понимаете, мы так же, как и грузинский народ, хотим свободы. И когда мы об этом заявили, нас хотели задавить, задушить. Понимаете, и вот, видите ли, кому-то было невыгодно, наверное, чтобы Ассетия была свободна и была конституционным народом, таким же, как и все народы Советского Союза. Ну, оправдывает ли это то, что проливается кровь людей? Не мы ее первые пролили. Не вы пришли войной. Другого выхода у нас не было. Понимаете, два дня они на нас стреляли, никто им не отвечал. Пока два человека не были убиты и десять раненых, из нашего населения никто за оружие не взялся. И лишь после этого уже, естественно, когда тебя в наглую убивают, ты вынужден защищаться. А что делать? Вы хорошо вооружены? Об этом вам лучше скажет грузинская милиция. Пострадавшая. Да, пострадавшая сторона. Но во всяком случае у вас достаточный сил для того, чтобы оборонять город? Да. Что вы еще хотите сказать? Ну, а что вас интересует? Ну, хорошо, вот, понимаете, получается такая ситуация, что стреляют в вас, стреляете вы. А погибают... Понимаете, мы никому в гости не приходили. Мы живем на своей исконной земле. И отсюда нас никто не выгонит. Какие бы силы на это не были приложены. Пока здесь будет жить один ассетин, эта земля будет считаться ассетинской. Так что, я думаю, что тут вопросов просто насчет этого не должно быть. Ну, а то, что проливается кровь, в общем-то, ну, я еще раз повторю вопрос. Стреляют в вас, стреляете вы, а бывает так же, что погибают и дети тоже. Дети приходят... С нашей стороны, да? Да. Ни в одного ребенка, ни в одного старика грузинской национальности выстрелов не было. А с их стороны это наблюдается. Это факт, который можете вы проверить и посмотреть. Это да, но они ведь выходят на баррикады. Ведь, понимаете, вот тот факт, я многое понимаю здесь. Но, например, как вы сами можете расценить тот факт, что вот несколько человек похоронены во дворе школы. Это же в детях, которые каждый день приходят в школу, в общем-то, ну, вызывают ненависть к людям. Это правильно. Ведь не все грузины виноваты в том, что произошло. Вот как этот факт. Другой возможности в Архарине Тихо не было, потому что кладбище они обстреливали. Если бы туда пошли похороненные процессы, их бы обстреляли. Ну, хорошо. А кроме школы, что не было другого места никакого? Где? Вот вы в городе находитесь, вы же видите все места. Где похоронить? Другого места просто большого. Мы хотели в парке похоронить, вот в этом, в Каневском парке. И направили туда нашу делегацию. Их грузинская милиция избила и обратно их отправила. Это кого? Чочев? Да, Чочев, Валентина один. Но Чочев сам говорил, вот я с ним разговаривал и даже небольшое интервью взял. Чочев сам сказал, что это он нарвался на скандал, вызвал вот такой конфликт, когда его избили. Не знаю, это я первый раз от вас слышу. Чочев абсолютно другой говорил и при всех, и корреспонденты это зафиксировали. Вот в некоторых центральных зданиях это сказано, что не Чочев. Но он при всех сказал, даже вот было совещание какое-то большое в горе с полкомом. Ну, когда там был штаб. Он там сказал, что он сам вызвал, значит, эту конфлик. Не знаю. Не знаю. На первый раз от вас это слышу. Ну, ясно. У вас есть имя? Имя? Семья. Семья, да. Дети? Нет, детей нет. А у вас? Есть. А ребенок? Нет. Нет? Мы не застрахованы от завтрашнего дня, понимаете? Если сейчас детей нарожат, то... Нет, только... Нет, не застрахованы от завтрашивания. Нет. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова